Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов, включенных в повестку заседания правительства, губернатор Московской области подвел итоги празднования Дня Победы в Подмосковье. Важным элементом празднования стал бессмертный полк, где каждая семья вместе с друзьями, вместе с детьми могли еще раз рассказать будущему поколению ценность, точнее бесценность той победы. И я уверен, такие мероприятия объединяют. И очень приятно, что в этом году размах бессмертного полка, по сути, вдвое практически превысил время, когда только начиналось это движение. Также Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья принять участие в акции «Лес Победы», который пройдет 14 мая. Акция «Лес Победы» посвящена 75-й годовщине битвы за Москву. Пройдет 14 мая по всей Московской области в рамках программы «Восстановим леса вместе». Первый вопрос, который рассмотрели на заседании правительства, касался работы системы «Добродел». Самый главный враг «Добродел» – это отписка. С этим мы все должны бороться и не допускать в нашей работе какого-либо отмахивания или отговорки по обращению жителей. Министр государственного управления информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев сообщил, что за неделю к «Доброделу» присоединилось более 2000 новых пользователей. Всего их уже 137 537 человек. Как и прежде, больше всего жалоб от жителей области поступает на ЖКХ, благоустройство и качество дорог. С наступлением тепла жители Подмосковья также стали жаловаться на загрязненные водоемы. Согласно составленным рейтингам, Сергиево-Посадский район не отстает от других по времени реагирования на ту или иную проблему, заявленную через «Добродел». Однако в этот раз оказался в числе аутсайдеров по другому показателю. В 38% случаев от общего числа всех поступивших жалоб жители района не подтвердили, что проблема решена. И неожиданно для нас Сергиево-Посадский муниципальный район тоже 40% ответов. Пользователи фактически не подтвердили, забанили эти ответы, которые администрация разместила. Поэтому мы еще раз призываем бороться не только с просрочками, там у нас ситуация в общем стабилизировалась. Основные наши лидеры в принципе хорошую динамику демонстрируют. Мы хотели бы предупредить тех, кто немножко, мы видим, расслабляется. То есть сразу администрация попадает в красную нашу таблицу. Но еще, конечно, особое внимание обратить на качество ответов, потому что пользователи... Конечно, стандартный для нас критерий допустимости это 15%, когда пользователи не подтверждают ответы. Конечно, когда это почти половина или там 40% это, конечно, превышение нашей стандартной нормы, значит, больше чем в три раза. Также на прошедшем заседании поднимался вопрос о нестационарной торговле в Московской области, о ее состоянии и перспективах развития. Сегодня факты говорят о том, что несмотря на сокращение количества ларьков и киосков с 17 до 11 тысяч, мы часто видим, что весь контрафакт алкоголь, табак, в том числе несовершеннолетним, в том числе нарушение закона, продается именно там. Мы исключим в Подмосковье бесконтрольное распространение разных товаров, которые попадают прежде всего в руки нашим детям, подросткам. По работе в этом направлении, соотношению количества и качества нестационарных торговых объектов, Сергиво-Посадский район в так называемой «зеленой зоне». Зеленая зона – все те, кто движется в правильном направлении. Обращаю внимание, что данный рейтинг составлен на основе инвентаризации нестационарных объектов и работы муниципалитетов со схемами нестационарных торговых объектов. Никоим образом не отражает картину фактического состояния данного формата торговых. Это рейтинг качества работы муниципалитетов со схемами, создания альбомов архитектурного облика, ликвидации объектов, находящихся вне схемы. Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Пассаженников, который докладывал по этому вопросу, отметил, что нестационарные торговые объекты должны быть комфортными, доступными для местных фермеров и производителей и соответствовать архитектурному облику региона.